Пяточки от пола не отрываем, да? Привет, друг, с тобой Эван, мы продолжаем играть на сервере RedMir, второй сервер, всё как всегда, и сегодня я тебе расскажу, чего же я смог добиться на этом сервере в течение года. Поэтому я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита, и мы начинаем. А перед началом данного ролика, я хотел сказать, что у меня проходит новогодний конкурс, в честь нового года, как бы и всех новогодних праздников. Что вам нужно? Во-первых, заходите в видео, вот ищите вот такой видос, такой вот приюшки, заходите на него. Здесь мы проводим конкурс на 5 серверах на 25 мест, где есть и CCD, и Смотра, и МТА, и ГТА 5, и Радмир, и Дева. Всё, что вам нужно, это поставить лайк, подписаться на канал, написать любой комментарий, потом переходим по ссылочке в описании в мой ВК, и репостим запись конкурса, в котором мы хотим участвовать. Вот здесь читайте внимательно, потому что здесь написано Дева Project, например, CCD, Планет МТА, CCD, Планет ГТА 5, Радмир и Смотра. И просто копируем, и всё, и вы буквально за 60 секунд становитесь участником конкурса, и сможете выиграть годные призы. А какие призы, вы уже посмотрите в ролике. Ссылка на конкурс будет в описании этого ролика. Удачи! А перед началом данного ролика, хотел сказать, что на этом всё время свой личный промокод, который находится в описании ролика. Вводи его при регистрации, и получай 20 тысяч долларов при достижении третьего уровня. Ну что, находимся мы в моём пентхаусе, вот таком холостяцком доме, вот так как он выглядит на стандартный интерьер. Конечно, было бы прикольно, если бы ещё на Радмире добавили какие-то интерьеры, хотя зачем это нужно, если покупая дома ради мест. Знаешь что, начинаем наш обзор, давайте с того, что 16 января, ровно почти год назад, вышел ролик, что будет, если не заходить 2 года на Радмир. Так как я зарегистрировал свой аккаунт, сейчас покажу вам, чтобы вам было видно. Оп! 29 декабря 2017 года, то есть 5 лет назад, а вернулся буквально в прошлом году. Всего же всё-таки я смог добиться. Сегодня мы поговорим о тачках моих, домах, бизах, деньгах, кредитах. Всё, что у меня было, либо что у меня есть. Знаете что, давайте начнём, так как я уже спойлерил, давайте начнём с денег. У меня есть 703 тысячи долларов на руках, что достаточно мало, ну лично для меня, потому что на X не хватает. Вот, и при нажатии в 2 можно увидеть, что за всё время я набил 31 уровень, что не так уж и много. У меня 268 день выполнения заданий. Конечно, до того, как... А, ещё я за год успел словить 2 бана по 30 дней. Не, ну по 30, сколько? 1 на 30 было, 1 на 10, либо на 12, что такое вот. Это тоже как бы за год добиться такого, это тоже нужно уметь. Ладно. Если бы не 2 бана 30 дней, то здесь уже было где-то около 360, я думаю, заданий. Ну не 360, но 330 точно уже было бы. Потому что я каждый день выполнял задания, каждый день летом заходил на сервер, тратил очень много времени. Кстати, наверное, вот сейчас вылетит на экране, как бы цифра, сколько я ещё всё-таки в часах наиграл. Потому что на X здесь можно посмотреть, нельзя, вроде нельзя, только на сайте. В итоге у меня 268 день выполнения ежедневных заданий, 31 уровень. По достижениям, чё у меня по достижениям. Есть давний друг, грабитель казино, начинающий дрифтер, дрифтер с ассоциажем, профессиональный дрифтер. То есть 6 лямов я надрифтил. Где-то у меня даже видос есть. Ебанутый. Полёт нормальный и на взлёт. Ну это на тысячу метров прыжок, вы сами знаете, как его выполнять, видос есть на канале. Больше я достижений никаких не выполнял. 703 тысячи долларов на руках, 500 тысяч в банке. В итоге вместе выходит у меня лям 200. И 4651 кредит. По факту было бы, мне кажется, уже давным-давно, уже тысяч 10, ну ладно, не 10, тысяч 8 точно было бы. Если бы я не тратил там на обнуление, ещё на всякую дичь, вот эти кредиты. Потому что, как вы знаете, у меня раньше выходило очень много серий с перекупством, где мы покупали тачки, буквально их тюнили, либо оставляли таким же, только за 100 кредитов обнуляли владельцев и продавали. Шарку 17, кстати, большой привет. Я думаю, по деньгам, по кредитам всё понятно. Теперь давайте перейдём уже ближе к имуществу. Есть у меня вот такой вот прекрасный зелёненький дом на 5 мест и с выплатой, ой, говорю выплатой, с ГОСом 24 тысячи. Достаточно неплохой. 5 мест, 24 тысячи, косарь, даже полтора косаря на банке. Давайте войдём в гараж и посмотрим все мои автомобили, которые сейчас у меня есть. Первый это легендарный Хуракан. Мне кажется, его все знают. Это Ламборгини Хуракан Перформант, который я покупал когда ещё? В мае вроде, да? Когда только добавили новый БУ рынок. И я тогда подошёл и купил сразу вот этот Хуракан. Он на шторе, он полностью ФТ-ФТ. На нём только БДА нету, потому что ещё тогда БДА не существовало. Взял его за 350 тысяч долларов. Ну и номерок здесь тоже за 20-ку стоит. Но сейчас, не, я брал его за 330, а сейчас он где-то 350 стоит. Но у меня его уже хотели выкупить за 400, но я не продал, потому что это лучшая тачка. Ну лично для меня, я лично не уже накатал сколько? 15 тысяч бега. И она мне ещё не надоела. Просто лучшая тачка. И едет, и кушает мало. Да, 14 600 пробега. И выглядит охеренно. Я походу застрял, да? А нет, не застрял, окей. Следующий автомобиль это BMW M5 E39 на номере вот таком красивом, который я прикупил за 10 тысяч. Это самая первая тачка, которую я купил в автосалоне для себя. Полностью затюнил и внешка, и внутрянка. И в итоге она мне встала в 120, либо в 130 тысяч долларов. Серия, кстати, про E-39 тоже есть на канале. Давайте я серию на Хуракан и серию на E-39 оставлю в описании. Кому интересно посмотреть. В принципе, всё. Вот таких вот у меня две тачки. Почему не больше? Не знаю. Хотел собрать одну коллекцию, интересно. Именно не номеров, а именно тачек. Но, скорее всего, я так и сделаю. Поэтому ждите в скором времени ролик. В принципе, вот такой у меня автопарк, который стоит, ну сколько? Я не знаю, E-39. Если по себестоимости считать, то этот автопарк где-то на 1450. Но если по факту, то хуры где-то 360-400. Ну и это 1040-50. Да. Обе тачки, кстати, на глянце. Не особо дорого. Поэтому мы достаем наш Хуракан. А, я забыл сказать за дом. Сколько я же дом купил? А дом я купил, как вы знаете, по госу. Не, кстати, этот не по госу. Этот я взял за 120 тысяч. Ещё летом. Где-то в середине лета. Да, вот этот именно я взял за 120 тысяч. И у меня был вот этот дом, который я словил. Но по факту он мне вышел по себестоимости. То есть у меня 700 тысяч на руках. 500 тысяч в банке. Это уже лям 200. Плюс дом, пусть будет 100 тысяч. Ладно, лям 300. Хурик, лям 700. Ну, лям... Окей, со всем вот этим всем. Пусть будет лям 800. И это не всё. Это не всё. Вы можете спросить, а что ещё? Ну, номера у меня, конечно, нет. Привет, у меня вот такие вот просто красивые лично для меня номера. На моём регионе из Украины. Все, кто с Винницы, вам большой привет. Вряд ли кто посмотрит. Хотя на сервере есть как минимум 4 человека, которых я встречал из Винницы. Из Винницкой области. Знаешь что, отправляемся мы к самой дорогой моей покупке на этом сервере. Это к моему бизнесу. Ну и что? Мы подъезжаем к моему бизнесу, который очень сложно, кстати, заметить. Но каждый здесь точно проезжал. Потому что это как бы вокзал Лас-Вентурас. Вот такой вот бизнес. Флэки Малибу. Так я название не менял. Надо бабки снять как бы. 24 тысячи. Не хухры-мухры. Вот. И этот бизнес. 13.310 доход в сутки. И расходы косарь. То есть 12.310 долларов чистой выплаты. Это достаточно неплохо. Такой бизнес я взял за 5.5. Это по большой скидке. По факту они стоят где-то 6. Где-то 6 они стоят. А может даже больше. Не знаю. Может рынок вырос. Ну короче еще шестерочку. Итого бизнес. Дома и тачки выходят где-то в 7.8 миллионов. Вы думаете, Эван, это все? Нет. Ну как бы все, что у меня есть. Это да. Это все. Но не забываем тот факт, что мы говорим про серию, что я заработал за год. Но за год я еще как бы устраивал конкурсы. Тысяч на пятьсот. И еще давал в долг. Ну друзьям подарки дарил. Ну короче вышло где-то еще на лям. Просто лям куда-то ушел. Ну гаражи, вот это казино. Я вообще молчу. Сколько там бабок слил. Так что давайте про это не говорить. То можно грубо, даже не грубо, это даже мало. Ну короче лям можно добавить на все мои траты. Это казино, подарки, конкурсы, долги. Вот это все. Поэтому лям еще ушел. Наш, можно сказать, бюджет. На данный момент у меня есть семь и восемь миллионов плюс-минус. Но за год я заработал плюс-минус восемь и восемь. Ну ладно, пусть будет девять миллионов. Округлим. Девять лямов. Если честно, когда я начинал играть на редмире, я работал на развозчике пиццы. Зарабатывал там по 100-200 долларов. Я смотрел на чирон, который стоит 3 ляма. Я не верил, как на него вообще можно заработать. После него еще добавили дива, который стоит 6. Я такой, вы чё, уборотый. И вообще полностью, как на них заработать, если на пицце дают по 100-200 долларов. Но оказывается, все невозможно и возможно. Ну теперь, наверное, у многих появился вопрос. Как ты заработал 9 лямов за год? Хотя это вообще мало, потому что на перепродаже номеров, домов не особо. Но именно номеров и бизнесов можно заработать намного больше. Но я такой себе более спокойный стиль веду. Туда-сюда не езжу, не продаю. Хотя можно было бы попытаться продать свои безы и крутить бабки. Может себе челлендж сделать 30 лямов за год? Будет, мне кажется, весело. На заданиях я зарабатывал. На перепродаже домов зарабатывал, ловил их с ГОС, а либо покупал по низу рынка и продавал дороже. Зарабатывал на перепродаже бизнесов, хотя у меня их не особо много было, но зарабатывал. Зарабатывал особенно много на перепродаже автомобилей. Как вы знаете, можно сказать, я барыг и хураканов на этом серии. У меня хураканов, не знаю, штук 15 было, а может даже больше. Еще очень много геликов продавал, и старых, и новых. Короче, да, перепродажа домов, тачек, бизнесов, выполнение заданий. Ну, в принципе, на этом все. Вот такой видос вышел. Пишите в комментариях, чего вы смогли добиться на этом сервере за один год игры, либо там за энное количество часов на сервере. Будет очень интересно почитать. Подписывайся на канал, чтобы не пропускать новые ролики. Скорее всего, стримы скоро будут, да-да-да, даже по Радмиру, скорее всего. Нажимай на колокольчик, чтобы всегда смотреть мои ролики первыми, никогда их не пропускать. Также не забывай участвовать в конкурсе, ведь халява не вечная. Ну, с тобой был Эван, всем желаю хорошего дня, всем удачи, пацаны, и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok